Бытовая неустроенность, жизненные проблемы наряду с религиозной неграмотностью лишь часть причин, влияющих на подверженность молодежи различным нетрадиционным деструктивным течениям. Воздействие на неокрепшее сознание оказывают и интернет-сайты. Этот фактор вызывает особую тревогу у специалистов. Подробности в материалах сюжета. В Алматинской области доля молодежи, попавшей под влияние вероучения нетрадиционных течений, составляет чуть более 8%. По мнению религиоведа Ахжола Асанова, это серьезный показатель, объяснение которому – религиозная неграмотность молодых людей. Почти 90% из них не имеют элементарных знаний в этой области, из-за чего многие не понимают, что, попросту говоря, попали в секту. Мы вернули двух молодых людей, которые пытались уехать за границу для получения религиозного образования. Нужно отметить, что необходимый фундамент духовных знаний можно получить здесь, в Казахстане. Продолжить образование за границей, возможно, в специальных учебных заведениях, с которыми наше государство заключило договор. Еще один из факторов негативного воздействия на сознание молодежи – доступность экстремистских сайтов. В Казахстане насчитывается около 600 деструктивных организаций, зарегистрированных в сети. В прошлом году на них было подписано около 10 тысяч граждан. Результатом работы профильных ведомств стало сокращение этого показателя на 60%. К слову, подписчики слушали обращения заграничных нелегальных проповедников, а также комментировали ролики религиозного толка. Однако это является преступлением, и за подобное деяние по закону предусматривается ответственность. К слову, граждане, попавшие под влияние деструктивных религиозных течений, зачастую не подчиняются законам, выступают против лечения своих детей. Они также замыкаются в себе и не поддерживают общение с друзьями и близкими, нередко проявляют неуважение к старшим. Психолог с 25-летним стажем Алья Жазлбекова подобное поведение объясняет отсутствием должного воспитания, дефицитом внимания и духовной близости с родителями. Все это вынуждает молодежь искать ответы на стороне, чем и пользуются различные секты, манипулируя душевным состоянием таких лиц, что в итоге и приводит к трагедии, резюмирует специалист. У большинства молодых людей, попавших под влияние деструктивных течений, изначально утеряна родственная связь с близкими. Углубляясь в псевдорелигиозные учения, такой человек начинает изучать запрещенную литературу. В последующем молодые люди перестают уважать своих родителей, позволяют грубости в их сторону. Также у них формируется свой круг знакомых единомышленников, где обсуждаются вопросы бытия, смерти и другое, все дальше отдаляясь от семьи. Чтобы уберечь своих детей от воздействия деструктивных религиозных течений, родителям следует чаще уделять им внимание, разнеснять вопросы вероисповедания, в том числе обсуждать содержание разрешенных религиозных книг, посоветовал психолог. Гульмира Тимиргалеева, Аминако Дайберген, Мадима Игусынов, телеканал ЖТСУ.